приветствую вас дорогие друзья сегодня уже будем считать 4 февраля потому что вы это видео увидите именно 4 февраля ну а снимаем и его 3 вот всем 4 сегодня 4 ну значит завтра вы его увидите вчерашним днем живет да вы посмотрите что у нас здесь творится вы уже как-то видели видео когда кузьма просился вот сейчас лёшик полезет на чердак я тоже полезу включу да я полезу мне интересно что там за короба станет что в них может быть почитаем старые газеты я там видела связочку все это очень интересно вы посмотрите на это вообще все как же им хочется туда попасть и все все даже пуся пуся что с тобой случилось ты ж такая трусиха была пуся она трусиха она туда не лазила а ты посмотри что творится люшик ну иди открывай буду сейчас эту это стадо наше это стадо я без него полезу сначала я разберусь с электричеством а что они тебе мешать будут вот одна уже слетела жизнь удалась вон мойка уже лежит лезьте сами пока я это подожду пока вы откроете в общем сейчас лёшик откроет люк слазим туда посмотрим что там прикинем ходил лёшик в магазин узнавал про цену пеноплекса в общем посчитали на 50 квадратов но будем брать запасов 5 метров где-то обрезки там туда все а может быть и эти обрезки не обрезки будет да и мы еще планируем из этого пеноплекса делать и уличный туалет и душ так что лишним не будет вот я уже не на 50 метров покупать ну я просто так что если останется то все пойдет в дело докупать может быть и придется поскольку ты сказал 200 8 рублей лист 4 шантиметровый 4 какой кадр темный но не буду уже друзья закрывать окно еще раз покажу вам вот эту нашу красоту очень красиво мне очень нравится вот эта композиция вместе с этой красивой подушечкой уже с двумя а скоро их будет две одинаковые вот такие в общем как будто здесь все и было как будто так и надо ого лёшек кузьма прыгнул прямо аж с этого давай мне эту штуку давай кулиндра нельзя опять лапа себе да сейчас лёшек откроет этот а ты лампочку эти лампочку не дала не дала не дала пока я не лезу я пока ты этот хочешь включить фонарик надо нам еще фонарик лёшек налобный все коты все поразбегались сейчас 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 лёшек полезет сразу прохлада потянулась хотя на улице сегодня не не холодно у нас доехать лестницу подержу мне прямо же это что там такое сейчас полезете сейчас полезете вот одна уже но уж поля ну подожди немножко дай лёшеку залезть туда кузьма здесь весь смотрит шпулька здесь я сам лапочку даешь ага сейчас все кузьма уже запрыгнул туда вместе с лёшеком что там лёш а там просто ее выключить а чё значит не работает получается выключатель у нас выключи сейчас не не работает выключатель ой как интересно я тоже к тебе хочу люблю я такие вещи по чердакам лазить смотрите эти у нас здесь пусть а неужели ты тоже полезешь варусь давай ты идея ты посмелее пушки моника уже вот-вот давай залезай залезай толстая жопа залезай интересно как а я тоже хочу что дофига мусора там еще этот еще это минвата да минвата это не так страшно а что здесь вообще дохрена ой как прохладненько какой-то еще матрас лежит ты смотри они как утепление у я это что такое смотри этот колодки какие-то да это колодки он наверное еще был помимо рыбака он еще и обувь делал сапузник был видишь колодки лежат вот газеты станок да вон она это минвата друзья видят она на сантиметров 7 наверное вот толщина короче вот есть вот лист вот этой минваты сейчас я повыше попробую подняться и хоть бы не завалиться как интересно все вот это будем это выкидывать вот в этом минвате очень хорошо живут мышки друзья лишь а чё вот в этих карабах а видишь ой блин тут правда столько мусора а смотри что я нашла офигеть ты представляешь это раньше было это же вообще раритет друзья кто помнит вот такие стиральные машинки это вот через эти валики было джим стиральной машинки кто вырос советском союзе те наверное это помнят вот слушая когда мы там смотрели я чё-то даже не помню этого мусора здесь да ой тут правда выгребайте выгребать тут столько мусора а ну-ка шо это за книги может интересно справочник для населения юридический вставляете такие вот они под под глиной да короче нужно будет вырезать по цоколево чтобы сюда поменьше проходила он видишь вон пена вон пена вон а пеноплекс вот между балками выкладывать ну я так и хотела лишь кузьма живет сено откуда здесь это тоже живет сено блин надо их отсюда вытурить хочу вот это за провода я не пойму что вот это вот идет освещение вот это да это тебе разводка освещение какое попаду что ну у тебя освещение ну лампочки которые у тебя это вот они да да которые на потолке у тебя они заведены вот сюда я первый раз такое вижу чтобы вот на чердаке вот это было вон к распределительная коробка а ты все короба проверил смотри какие хорошие короба слушай они пригодится там не все пустые и внизу ты смотрел ну пустые банки там не банки а пластиковые бутылки и внизу вот это который скажешь а вон там что за коробом бумаги короба рост а очень короче тут вычищать я не буду делать то ну естественно это одни на один день работы блин замучайся потом он еще какой-то тазик станет от решила такое тазик что и а вот это между прочим у это как это судно смотри металлическая куча книг кузьма там это были стекловато кузьма зачем ты туда полез очень хорошего качества бревно друзья то есть они пытались утеплять видишь все-таки лежат матрасы тут кое-какие но это все надо будет убирать нам до естественно стелить этого во первых тут все только убирать вычищать вычищать боже тут работы не на один месяц не на месяц на несколько дней чтобы это все так это разводка оказывается ну у тебя же вот освещение а я вот не помню чтобы у мамы вот так вот по потолку ушло освещение блин здесь так сделали вот тебе же потолки зашивали здесь ну и что ну вот отсюда чтобы удобнее было все вот то есть вот тебе светильник здесь светильник вот на кухне вот там еще смотри какие-то ящики стоят на фига не тут стоят да уже забросили их сюда чтобы было от дивана в какие-то боковухи вон лежат да это тоже как в качестве утепления короче все равно надо утеплять да здесь глина я вот вам сейчас покажу вот она глина с какой-то соломой или я не знаю с чем но потолок утеплен глиной надо же колодки какие такой звук блин интересный дедушка был рукастый видимо который здесь жил говорят вообще вот мои соседи говорят что здесь неплохие люди жили бабушка маша а дедушку я так и не посмотрела на домовую книгу открыть у меня есть еще домовая книга что вы там сено кушаете да коровки а где остальные то а эти вот орут ну залезай маруся а маруся вот орет стоит я вот на одной ноге на лестнице стою и так интересно друзья спускайся пусть они тут налаживаются свет пока не выключай они опять отсюда вылезут все грязные будешь руся слезай я даме слезть то что ты сюда хочешь сейчас подожди утро их ну трое пусть катал а залезал это здесь хорошо что я не рассыпала это отраву было у меня тогда вылез смотря была такая мысль ну давай залезай ой как она сюда хотела вот она прыгнула так что вы друзья побывали вы у нас и на чердаке будет порядок наводить сначала расчищать а потом утеплять так что леночка сколько здесь работы офигеть пока забудь про это лишь а как вот мы будем вот это вот стелить пеноплекс здесь вот под вот эти провода столь или как я все вырежу где надо подсунешь столь под провода все будет все будет пучком да еще какую-то листву сюда она натащили ну конечно мышкам вообще раздолье мышкам раздолье так что вот видите друзья сколько еще здесь работы офигеть просто да нет сегодня уже сейчас пойдем может быть сделаем и экраны на батареи и все что на этом день закончится не отдыхать вот сводка пачка газеток что здесь помочь подростку задача для взрослых мир семьи вот какие раньше друзья были газеты чему-то учили стихается советский союз а я бы очень рада если он вернулся ну вот они мышки вон они вот пошли вот туда коты вот видите вот друзья минвата вот вам доказательства ни в коем случае нельзя утеплять потолок минвата да и вообще стены вон они чуют вот коты как бы мне так показать вам вон они все коты лазим да нора мышь они вот чуют и ходят по этой минвате пытаются увидеть мышку а то мне там тоже в комментариях советовали надо потолок утеплить минватой то ли люди не знают то ли не знаю почему пишут такие комментарии это самый простейший дешевый метод это дешевая а потом что делать весь потолок будет в шаг нормально да тоже надо где-то же насколько ты насчитал 21 тысяча пеноплекс это так и не озвучила по 286 рублей метр ну я считаю это не так уж и дорого не знаю почем минвата там бы обошлась но ее нафиг мы будем утеплять пеноплексом ну а то что здесь вот глина меня тоже это радует так ладно буду слезать либо не навернуться ой вот это вот плохо надо их отсюда блин вытаскивать ой все вылезаю я чердака фронт работ мы увидели работы дофига и больше лёша лампу ты будешь откручивать сказал когда коты слезу вот и прям к там свет они прекрасного это прекрасно да выкрути конечно чё по 10 раз лазить они сами оттуда вылезают лёш чтобы еще раз не туда не забираться они же в темноте видят ой друзья ну как же мне нравится вот этот уголок напишите в комментариях как вам вот такое решение для стены вот там вот картинки ну сейчас конечно из-за лестницы мы все поубирали но вы все видели вот да лишь там на неделю точно работа это минимум я имею ввиду только очистить естественно это же надо вытащить оттуда куда-то скомпоновать выбросить на это надо нам полиэтиленовыми мешками за это запастись чтобы этот мусор как-то стаскивать тут дырка то небольшая как стаскивать с потолка это все в общем работы много мои хорошие друзья наступил вечер уже могу зажечь бра посмотрите как красиво это выглядит это просто ну мне очень нравится как будто они здесь все время висели и подушечка подходит здесь вот это подо все и кролик так смотрит на этого кота ну как он ну это же такая прелесть ну посмотрите ну это мордаха ну просто что моня коты наши по вылазили как черти чердака всех их мне пришлось помыть до козьма меня из царапал просто до крови запустил свои коготки мне прям в щеку ой как было больно я думала вообще раздерет ну слава богу не опустил лапу но так это пришпандорил хорошо меня в кулиндра а алёша когда шпулька он ее снимать она боится в общем все друзья теперь я не знаю когда полезете когда сделаем все да короче мы с лёшиком думали думали лёшик там прочитал информацию все будет совсем не так теперь будем утеплять керамзит пока на данный момент это керамзит да лёшик будет водить но это точно не стекла вата и ну да это точно не стекла вата прочитали про панаку плексы что там с ним не так расскажи чтобы людям люди понимали ну с ним все так материал хороший но в нашем случае он не очень пригодны потому что он абсолютно пару водонепроницаемой то есть вентиляции не будет получается да значит для того чтобы скапливающийся влага под пеноплексом куда-то уходил пароизоляции не стояла не скапливалось надо чтобы она куда-то исчезала лёш ну а как вот стены я тогда не пойду это другое они нам на улице да тут помещение это другое у тебя из помещения идет вверх теплый воздух короче будет керамзит лёшек потихонечку будет возить из москвы на машинке как раз весной дорожают билеты на поезд уже так это что на машине что на поезде получается машине может подороже но не факт я может быть плю на все и у них здесь за двенадцать тысяч сразу закажу и все очень мелкие фракции здесь есть 5 5 5 10 есть ну надо посчитать что выгоднее выгоднее возить потихонечку или здесь все же если я буду за машину то можно и возить ой так что вот друзья еще одна очередная красота в свете бра классно что мы еще чем мы сейчас занимаемся лёшек уже здесь порезал заготовки сделал под экраны на батарее порезанные уголки сейчас будем склеивать крепить не знаю как будем может клеить а может быть на саморезы ну а потом когда склеится я покрашу и буду делать уже думать что вот сюда в эту дырку что сюда прикрепить чтобы и тепло от батареи роза заживку проходила ну и чтобы это было красиво конечно так что вот продолжение второго дня как же он быстро пролетает и завтра лёшек опять уже уезжает до шпулиндра все видите еще такие мокренькие но я их не совсем купала ну так влажными руками протирала вода грязнёчая было ниже у нас ходят везде и по кроватям лазают естественно нужно было их после чердака довести до ума ну что друзья вот такие получились пока экранчики конечно же это не конечный результат я думаю что вы это понимаете буду думать еще как сделать здесь до сделаны рамки какая будет сердцевинка я вам конечно же расскажу у нас сегодня очень болел кузьма наелся там этого сена вырыгал и вырубился сознание даже терял вот такие вот дела больше они не полезут на этот чердак слава богу обошлось все я их всех их помыла вот но больше не хочу таких экзекуций они едят сено а потом рвут вот друзья вечером показываю как смотрится белые шторы которые black out именно вот уже когда включен свежь сейчас выключу когда горит здесь лампа то это смотрится вот так согласитесь это лучше чем какой-либо другой цвет но я имею виду темный цветом коричневый вишневый или еще какой-нибудь шторы должны быть светлыми по всяком случае для меня я не люблю темный цвет вот да друзья да что хочу сказать по поводу ролика по поводу субтитров конечно друзья больше субтитров не будет я читаю все ваши комментарии и если бы это имело какой-то смысл вот здесь у меня как раз открыто это видео это никакущий вообще перевод я их конечно же уберу если я не найду выход нормального перевода субтитров на английский скорее всего не найду так что субтитров больше не будет вот таких которые абра ну это эксперимент люди понимают что новый ноутбук естественно я ну новая программа новый ноутбук лишь не цепляйся за слова а вот кстати вот видите вы тоже мне написали что у вас ну нельзя ноутбук ставить на кровать я согласна с вами здесь хоть какое то есть расстояние вот между доской пока нет специальной подставки охлаждающий вентилятор там ну в общем программу в ноутбуке или как ноутбук у лёшек обещает ее приобрести пока у меня есть вот такая полочка деревянная кстати языке и пока будет стоять вот здесь вот так вот ладно мои хорошие мы там с лёшиком собираемся ужина вчера я жарила котлетки огурчики достала свои вот такой у нас здесь ужин зеленый лучок идет вход вы видите на следующий год тоже буду замораживать котлетка куриная ну и еще раз покажу вам вот эту красоту читаю ваши комментарии вы пишите думала будет за нато оказывается что очень даже хорошо за нато это через чур если перевести с украинского вот так что немного мы сегодня потрудились немножко полазили по чердаку я думаю что вам тоже было интересно на это посмотреть ну а мы с вами прощаемся мы вас всех обнимаем всех любим и до скорых встреч с вами была елена ситникова и алексей дмитриевич пока пока а Woman и и и и и и и и